Микрорайон города Ульяновска-Мостовая, состоящий полностью из частного сектора, постоянно находится в центре информационных событий, на сей раз далеко не радостных. Жители обеспокоены инициативой местного депутата о возрождении пруда на территории Мостовой. По их уверениям, местность микрорайона непригодна для организации водной зоны отдыха. Всё бы ничего, да только вот авторитарный стиль общения народного избранника и нежелание выслушивать критические замечания жителей очень расстраивают людей. На контакт он идти не хочет, с старшим по улице взаимодействовать не хочет. Он нашёл здесь несколько человек в Мостовой, как он говорит, большая группа лиц, с кем он общается. У нас есть чат Мостовой Слободы, он там тоже находится. Мы им пишем туда, самое главное, что он читает здесь, а пишет в другой группе, где есть жители Мостовой. Водоём действительно был в овраге между микрорайонами Репина и Мостовой. Когда в 2017 году случилось затопление части микрорайона, из-за обильного количества природных осадков первым, на что обратили внимание, как раз оказался водный котлован. Было принято решение об его осушении, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию в дальнейшем. Несколько лет не было печали до тех пор, пока с новой идеей не активизировался депутат Владимир Ажогин. По этому поводу активисты ТОСа Мостовой Слобода провели экстренное собрание, куда пригласили своего избранника. Однако за час до мероприятия, когда большинство граждан уже собрались для встречи, депутат прислал сообщение, что не сможет присутствовать на собрании. Владимир Борисович, вы как ребёнок, это же несерьёзно. Если вы на то пошли, вы могли просто позвонить и сказать, Ольга Александровна, передайте всем вашим идиотам, что я не буду. И я бы передала и не пришла бы сюда с ребёнком. Я пришла с ребёнком. Ольга Александровна, у меня рабочий день по секундам расписан. Людскую взволнованность понять можно. Большинство жителей Мостовой живут в микрорайоне не один десяток лет. Год от года они переживают подтопление, так как с микрорайона Репина, который располагается на крудой возвышенности, в Мостовую текут сточные воды. Весной на склонах тает снег и течёт также в низинку Мостовой. Заслуженный метеоролог России, в прошлом главный синоптик Ульяновской области Альмира Бурнаева, с профессиональной точки зрения смотрит на проблему. Там очень вероятны оползни. Это даже без домов. А когда вода не стала впитываться из-за того, что были забетонированы и построили дома, усилилась, увеличилась угроза оползней. Депутат Владимир Ожогин уже ранее встречался с жителями Мостовой непосредственно на месте восстановления водоёма. Уже тогда диалог народа с чиновником носил обеспокоенный характер. Жители с Мостовой убеждены, что депутат, если и решает какие-либо проблемы, то только у горожан с Репина. Репина нас топит, и многие проблемы у нас есть собственно из-за них. Он сказал, что он будет работать с нами точно так же, на таких же началах и правах, и обещался уделять столько же времени, сколько и им. На текущий момент мы видим, что та работа, которую он отражает в соцсетях, её можно тоже взять в галочки, направлена исключительно на Репину. Депутат Владимир Ожогин высказывает противоположную точку зрения вполне убедительно. Дело в том, что жители хотят в качестве субботника очистить, во-первых, обрезать вот это. Мы получаем порубочное на эти деревья, мы их обрежем, выкосим траву и уберём мусор с этого болота. В таком случае порывы депутата благородны. Жители мостовой надеются, что их просьба услышит действующий слуга народа в округе, и конфликт будет исчерпан. Антон Никонов и Герман Баранов, Уллправда ТВ. Продолжение следует...